Доброго времени суток! Надеюсь, у тебя получилась викторина. И после выполнения заданий первой части урока, ты хорошо помнишь, что такое строковый тип данных. Во второй части урока мы продолжим закреплять понятие строкового типа данных. Еще поработаем с командами обработки строк. В первой части я всего лишь их показала, а в этой части мы сделаем маленькую такую викторину. И эта викторина будет отличаться от простой викторины, которую делали в предыдущей части урока, тем, что у нас будет, наверное, всего один вопрос, если ты захочешь, то можешь сделать больше вопросов. Но при этом у нас будет умная проверка ответа. Но сейчас ты увидишь и поймешь. Но прежде чем перейти к этому проекту, я задам тебе такой хитрый вопрос. Что будет, если попробовать сложить число и строку? Ведь у нас же есть операторы сложения, почему бы не попробовать их сложить? Давай проверим, исследуем, как Scratch будет разбираться в типах данных, что он будет делать. Давай для эксперимента создадим две переменные. И так их и назовем. Строка и число. И зададим начальные значения этих переменных. Для переменной строка мы напишем какое-то слово. Ну, допустим, слово. А для числа мы введем какое-нибудь значение. Ну, пусть будет не 0, а, к примеру, 2. И создадим переменную результат, которая будет результатом сложения наших числа и строки. Давай попробуем. Итак, задать результат. Мы возьмем оператор плюс сложение и сложим строку и число. Ну, как ты думаешь, что получится? Наверное, даже не предполагаешь. Но давай выполним. Нажимаем флажок. И что получилось? Смотри. Переменная строка имеет значение слово. Переменное число имеет значение 2. А сложили мы строку, то есть слово и число 2. А в результате получили 2. Странно, правда? Почему так происходит? Потому что Scratch автоматически, увидев, что здесь оператор сложения, и этот оператор, мы уже сказали, он для числового типа используется, он сразу автоматически переменную строка привел к числовому типу. И несмотря на то, что у нас в этой переменной записано слово, здесь должно быть число, и вместо любого строкового значения, мы сейчас возьмем любое другое, введем, получается число 0. А 0 плюс 2 получается равно 2. Даже если мы возьмем... Смотри, еще какую интересную вещь. Вот так вот я сделаю. Сложим. Возьмем даже переменную строка, слово, и сюда напишем какое-нибудь второе слово. Я даже не могу это сделать. У меня не вводятся буквы, но могут вводиться цифры. То есть, чтобы я сложила две строки, мне нужно еще одну передать, создать переменную, допустим, строка 2. Мы же экспериментируем, мы можем сделать все, что хотим. И задать переменную строка 2, например, слово 2. Ну или напишу вторая строка. Вторая строка. И вот я возьму переменную строка плюс строка 2. Давай я выполню это. Просто кликну мышкой по этим двум командам, и они выполнятся. У нас в строке 2 вторая строка, в строке слово, а результат 0. То есть, здесь вместо строковых значений у нас появились числовые нулевые, и они сложились. 0 плюс 0. Что же делать, когда нам нужно, например, вывести результаты игры? Например, ты заработал 5 баллов. Мы 5 посчитали, и попало это у нас значение в число. И нужно это соединить. Раз нужно соединить, значит, наверняка ты догадался, нам нужна команда слить. И вот если мы используем команду слить, давай возьмем задать результат, команда слить, и сюда добавим, допустим, строка и число, и выполним, то переменный результат у нас будет слово и потом 2, потому что у нас здесь число 2. Если я сюда введу какое-нибудь число другое, выполню сначала это, у нас здесь результат 3, потому что мы задаем вот это, уберу сейчас. А давай, чтобы было понятно, вот так соберу, выполню. Вот у нас слово 3. И, как видишь, опять без пробела. То есть, чтобы был пробел, нам либо после слова нужно поставить пробел. Вот я аккуратненько ставлю курсор. Увеличу немножко. После слова. Его даже не видно, к сожалению. Поэтому я увеличу на видео. Вот мигает курсор. И ставлю пробел. Вот появился пробел. И сейчас, если я выполню, то у меня после слова появился пробел. То есть, вот так вот с помощью оператора «Слить» мы можем складывать строку и число и получать строку. Здесь число преобразовалось к строке. Это уже не число. Ну, а теперь задание. Проведи аналогичный эксперимент самостоятельно. «Попробуй сложить число и строку и проанализируй результат». То есть, задай переменные, у которых будут значения числовые, строковые. И посмотри, как они складываются с помощью арифметического оператора и с помощью оператора для соединения строк. И возвращайся. Мы сделаем проект «Умная проверка результата». Ну что, надеюсь, у тебя получилось поэкспериментировать, складывать число и строку и понять на практике, почему получаются такие результаты. Ну, а сейчас мы сделаем проект, который я назвала «Умная проверка ответа» или «Умная проверка результата», в котором мы будем проверять, правильно ли даются ответы на вопросы. По ходу создания проекта ты поймешь, чем он заключается. Я не показываю сразу демонстрацию. Давай вместе со мной будешь его делать. Давай создадим новый проект. И в этом проекте кот будет спрашивать, просить ввести правильно слово. Ну, какое слово? Давай возьмем, например, такой вот, как бы учебный проект для первоклашек по проверке правильности написания слова «самолет». и кот будет задавать вопрос, просить, спрашивать, как правильно писать. Как правильно писать? «Самолет» через «о» или «самолет». И дальше напиши слово «целиком». Вот в нашей викторине там на самом деле есть определенные недостатки, потому что могут вводиться ответы по-разному. Например, можно вводить ответ с большой буквы, но тогда уже будет ошибка, потому что у нас заготовленные ответы с маленькой буквы. Здесь можно будет писать и с большой, и с маленькой, но мы будем проверять именно один символ, то есть вот эту вот букву «о» или «а». Введена буква «а» или введена буква «о». Для этого мы будем использовать оператор, который выбирает букву в слове. Итак, мы задаем вопрос. Давай продолжим. Теперь нам нужно получить ответ. И мы будем проверять из вот этого ответа букву под номером «раз», «два», «три», «четыре». Буква «четыре». И будем проверять. Если буква «четыре» введенном пользователем ответе равна букве «о», то будем сообщать «молодец, ты знаешь, как правильно писать слово». Если будет введена буква «а», то мы будем сообщать «ты ввел букву «а», а правильно писать через букву «о». И это можно сделать двумя способами. Давай первым простым способом мы сделаем как? Мы будем проверять просто равна ли введенная буква, четвертая буква, букве «о» и сообщать. Молодец, правильно. Ну а если он не ввел правильно, то ничего не сообщается. Получается так. Ну давай попробуем. Как правильно писать? Самолет. Я пишу «самолет» вот так вот. И мне ничего не сообщается. Если я введу правильно «самолет», смотри, слово «самолет», пропустила «самолет», можно писать еще и через букву «о». Видишь, что очень много вариантов. А нам важно проверить одну букву. Поэтому в данном случае оператор, выбирающий букву, нам более подходящий. Ввожу «правильно» и мне говорит «молодец, правильно». Наверное, ты понимаешь, что здесь нужен, конечно, нам блок «если то иначе». Давай заменим. Возьмем «если то иначе» и сказать «правильно», «молодец». А иначе неправильно повтори правило. Например, так. Ну, давай проверим. Введем «самолет». «Неправильно повтори правило» говорит. А если я введу не самолет, а самулет, к примеру. Такое тоже возможно. Он опять говорит «неправильно». Но какая была допущена ошибка, мы не знаем. Но здесь все буквы не переберешь, поэтому можно, конечно, еще проверить, введена ли буква «а» или какая-то другая. И сделать это следующим образом. Это будет более сложный проект. То есть, если мы можем ввести вот так, вот вставить еще одно «если» внутрь «иначе» и будем рассуждать так. Если четвертая буква в ответе равна «о», «молодец», правильно. Иначе, если... Давай продублируем вот так вот. Я дублирую этот блок тоже правой кнопочкой сюда. Четвертая буква равна «а». Мы говорим «неправильно», «не», «а». Можно так написать. Не через «а». Или так, лучше правильнее написать. Слово «самолет» пишется не через «а», а через «о». Повтори правило. А иначе может же быть опечатка, например. Да? Мы можем сказать, наверное, у тебя опечатка. Попробую еще раз, к примеру. Ну, давай попробуем. Итак, пишем «самолет». Неправильно, видишь, через «а», а надо через «о». А если вдруг у нас какая-то опечатка, ну, допустим, вообще вот так вот, да, сам «лалет», то, наверное, у тебя опечатка. То есть мы не можем эту букву идентифицировать, потому что таких уже букв разных, может быть, сколько угодно. То есть более сложный такой получился проект. Вот, может быть, это не совсем такой полноценный проект, но для проверки каких-то отдельных символов вот выбор отдельных букв может быть полезен. Проекты с языковыми играми мы пока не рассматриваем, но я надеюсь, что какие-нибудь примеры я чуть позже придумаю и буду записывать отдельные уроки. В этом маленьком курсе мы этого делать не будем, но я тебе предлагаю попробовать, поэкспериментировать вот с этой командой, которая выбирает букву и проверяет, например, вот правильность введенных слов. Таких примеров можно придумать очень много и сделать такую интересную викторину для первоклассников, для проверки правильности написания слов. Я желаю тебе творческих успехов, придумывай свои какие-то проекты и приходи, будем в следующих уроках разбираться в других интересных вещах.